Обмолись. И спаси благослови наше занятие. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви и согласии единомыслии по слову Твоему. Примусь с нами в этот вечер. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Если у кого возможность почитать сегодня текст, ну и желание, конечно, у меня горло болит. Да, давайте я почитаю. Только что читать-то? Поскинули? А. Сейчас я демонстрацию крана сделаю. Видите? Да. Так, можно начинать? Да. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Вера и добрые дела сами собой еще не вселяют в нас благодать Святого Духа. Они дают нам только право на получение дара Святого Духа. Итак, о римлянам 5 глава с 1 по 2 стихи. Итак, оправдавшись верою мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божией. И подается в таинствах церкви деяние 8.12 так. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Павел 19.2.6. То есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святый. И они стали говорить иными языками и пророчествовать. Что касается Корнилия, получившего Святого Духа раньше крещения и безрубкого возложения, то хотя Бог и установил общий порядок получения благодати через святые таинства церкви, но по своей воле в исключительных случаях подает и необычным путем. Так, святые апостолы получили Святого Духа в день Пятидесятницы в виде огненных языков. Деяние 2.1-4. Так, первое. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Второе. Не надо второе говорить. А. Это стихи в книге. Так, скопировал. А, хорошо. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Почили. Почили, да. Так, и исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И Корнил Бог удостоил получить Святого Духа без возложения апостольских рук и раньше крещения, чтобы убедить наглядно и окончательно Петра, что во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Так, Деяние 10.35. Что и для язычников открыты двери Церкви Христовой и Спасения? Так, Риммолинам 3.29. Неужели Бог есть Бог иудеев, только, а не язычников? Конечно, и язычников. Девять, двадцать четыре. Двадцать четыре над нами, которых... Надо двадцать четыре читать. А, хорошо. Только в кавычках цифры не читайте. А, хорошо. Над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Что Бог нелицеприятен, это было особенно чудо Божие. Особое чудо Божие. Так, Риммолинам 2.14-15. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Священное Писание говорит о миропомазании. Первое Иоанн 2.20-27. Впрочем, вы имеете помазание от святого, от святого и знаете всё. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды. Чтобы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему. И оно истинное и не ложно. Так, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Так, второе К.А. К.А. Карифинова. Первое, 21-22. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наше. Сердца наши. Римлянам 8.15-16. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, который вызываем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Само слово от греческого слова хризо, мажу, хризо. Само слово христос, от греческого слова хризо, мажу, хризо, помазание, означает помазанник, как и имя христианин, означает человека, принявшего помазание. Евреям 10.28.31. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь мягчайшему думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога Живого. «В начале мира освящали одни святые апостолы». Деяние 8.14.19.22-24. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, говоря, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого». Итак, покойся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, опустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой и желчей в узах неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня, Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами, а позже передал это право и епископам церкви. Спасибо. Так, вопросы? Есть ли по прочитанному? Игнарь Тихонович, замечание, дополнение. Вопрос чисто физически напрашивается, поминает так, понимает так. Вот бутылек, в нем налита мира, определенное приготовлено, это все в Ветхом Завете объяснимо было. Но в Новом Завете совсем говорится о другом. О получении Духа Святого. Если бы сегодня это буквально исполнилось, страна развалилась бы в один день, потому что ни лгать нельзя, ни чего. Считается 85% христиан из населения России. А в Духе-то Святом кто поступает? Дух Святой не допускает никакой лжи. А тут все покрыто ложью, корыстолюбием, блудом. Мы даже не понимаем, чего просим. То есть, или вот такой жизнью жить дальше, гнить в ней. Или действительно просить стяжание Духа Святого, как Серафим Саровский говорил. Тогда мы никакие. Мы еще не начинали быть человеком. Жизнь человека, цель жизни. Мотовилов сколько ходил, спрашивал, и не могут ответить цель жизни. Ну, добрые дела делать. Мусульмане делают добрые дела. Коммунисты делали добрые дела. Ну, а еще. Ну, теперь придумали. Дерево посадить, сына родить, дом построить. А потом, ну, потом сразу все сгорело, сбилось. Войну-то и 400 только сел там около Орловской области разрушили, сожгли. И смысл никто не мог ответить. И Серафим только один ответил, чада. Стижание Духа Святого. Вот это и есть помазание подлинное. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. А как тогда учителя? Духовно. По догматике надо учителей. А правильно, неправильно. Следует, не следует делать. Совесть будет работать. Вы не имеете нужды. Вот теперь включи его, как они поймут? Тогда что, закрыть все школы, институты, техникуме? Училище. Не об этом же речь-то идет. А проникновение Духа Святого в человеке, и когда он делается водителем. А ведь сегодня-то, ну, нет, просто нету этого. Даже к священнику, к епископу подойди. Вот сейчас выступление Андрея Кураева, его все знают. И он говорит, нужен крепкий намордник на этих епископов. Сегодня надеть. Все сожрали. Это прямо в печати выставили. Шевкунова поставили Тихона митрополитом, Новогородской области. Но его никто не знает. А он уже отличился там. Отличился как папа Франциск. Как? Просто давайте беднее жить. Как? Где появляется митрополит, всем там конвертики несут. Он говорит, зачем это делать? Епархи деньги есть. Есть богатые приходы. Найдите там священника. До того бедно живут, даже хлеба купить не могут. Вы совсем слепые, не видите. И он начал говорить. Он ничего особенного не сказал. Но сразу видно, что он отличается от тех, которые за глотку берут священников. Доход, доход, доход. Вот он не знает, где взять чего. Даже машину продал, чтобы только заплатить. Иначе я выгоню тебя среди зимы на мороз. Это священник мне говорит. Архиерея ему угрожает на мороз. У нас не просто положение. А его нет никакого положения. Одна страшная беда. Мамона. Вот показывает. Там стыд церкви. Ролик стоит. И о чём говорят? О пьяных священниках. Им всё показывают. Показывает молодой, сколько ему лет там. И он гонит по городу со скоростью 140-180 километров. Рабочие работают. И он там знаки ставит. Он всё шиб, все знаки. Сразу насмерть двоих задавил. Один в больнице. Я не знаю, выжил он или нет. Его что? Ну, убийца. Ничего. Машину поставили на ноги. Тут же отправили. Всё. Ничего ему нету. Девять. Снимали на него веников, которые на дорогах поставлены. И вдруг всё это исчезает. Свидетели дали показания. В деле всё своровано. Всё исчезает. То есть всё схвачено. Мафия церковная. И он сидит и щиряется. Другой тоже пьяный задавил. Прихожан давит насмерть. Насмерть. Бандиты в лесах. Так это всё зависит здесь. Почему Андрей Курай говорит, церковь была гонимая. Но так, как сейчас презираемая, чтобы даже слышать не хотели. И вот в эту банду нас хотят затянуть. Вот думай теперь это. Это сегодня только мне скинули материалы эти. Я посмотрел. Вот тут ещё нельзя сказать. Только плакать надо научиться. А какое тут помазание-то? Он в дерьме вымазан. А внешне помазали. Конечно, не об этом. Но оно соответствует. Это помазание. Но только не так. Так что-то мазал священника. Я видел. Я зашёл в священник там. Могу назвать даже его. Бузмаков Сергей. Город Фрунзе. И он вот так машет. Он там 25 человек. Он за 10 минут всех покрестил. Ну как? Ни одного не крестил. Мажет сам. Балагурит. Мажет. Бежит кофточку. Мажет кофточку. Которая ребёнка держит. Никто перекреститься не знает. Единственное, что они узнали. Пока его не было. Он там где-то там задержался в алтаре. Которая там полы моет или что-то. Она успела сказать. Я после всех подошёл и говорю. Я хотел сказать. Он что, не успел? Опоздал на меня? Я говорю. Как же так? Ты же что делаешь-то? Он вот так кулаком меня в живот ткнул. Ну шутейно как бы. Ладно, пойдём в ресторан. Поехали. Чего тут глупостями заниматься? Его никто не уберёт. А как его убрать-то, когда архиерей такой же? Вот об этом надо плакать. Это сегодня только у меня материалы скинули. Про митрополита Тихона Шевкунова. И Андрей Кураев говорит. Называет. Называет по именам этих епископов. Епископи в Тихи-то выступают. Это антихристы, антихристы. Деньги, деньги душат людей. Какое помазание-то? А мы молчим, ничего не видим. Всё. Доедаем, говорит, позавчерашнее. Не поместили в живот свой. Повторяю, наше положение никакое не плохое, а никакое просто. Так, обман. А если ты начинаешь правильно делать, они тебя заклюют. Сколько разных нападок будет. Я это могу говорить. Потому что у меня только пришлось заблокировать, которые нападают. Семь тысяч человек. Семь тысяч. Больше, чем полдивизии. Что угодно. На любой ролик они нападают. И кривящат, и безобразничают. Это прихожане. Что помазание? Мы с товарищами крестились вместе. Один пишет мне. Ну, в среду мы блудили. Блудили. Не просто так. А в четверг пошли в церковь, причастились. А в субботу опять мы там не выдержались, а блудили. Это наше православие. Сейчас насколько достоверно. Сегодня я прочитал. Владимир Владимирович Путин. Я не знаю, что там написано. Встал на сторону свидетелей Яговы. Их закрыли. Суды провели. Все как надо. А я везде кричал. Это безобразие. Это беззаконие. Я не свидетель. Я свидетель Яговы. Но только не в названиях. Я православный свидетель. А их закрыли. Там 475 домов царств. Отобрали. Залы царств у них были. На каком основании? И никто ничего не говорит. Я все время об этом кричу и говорю. Это безумие. Это не теократическое государство. В законе не написано этого. Они хорошие труженики. Нормальные семьи у них. Но не так верит он еретик. Ну и что? Что теперь ему напивку насадить его? И Путин. Как он встал? Не знаю. Но я молюсь об этом. И что-то будет. Вот это помазание будет. Когда совесть твоя будет болеть. Страдать. Что не сходится с тем, что Дух Святой дает. Есть что сказать. А так что он говорит? Вот и гляжу кто считал. Я не знаю. Ну так считать. Даже смысла нет. Видно, что не трудился человек. Сказать. Я врага наживу. Вот такие простые места считают. Одним том же. Тоном там. Один. Кор 2-15 как Брежнев. Рассказывает. Говорит. Дай ли ему прочитать. Что-то начинает. О-о-о. Это не его. Это кольца олимпийские. Ну зачем поставили их тут? И вот тоже считают. Ну как? Разве Божий слой так считается? Никакой интонации нет. В словах, которые в Священном Писании интонации не выделяется никак. Что такое глава стих? Не знает. Ну видно. Это так просто ставить, считать. Сначала на люрии-то не надо вылазить с такими знаниями. Надо стараться. Так, чтобы человек прочитал и... Мороз под кожей. Я вот говоря это, я уже заранее знаю. Отрицательная реакция может быть. А мне это зачем? Мне и так хватает. Вот отошел. Спаси Христос. Сергей Евтушенко, есть у вас возможность почитать текст? Нет, да? Так. Следующая тема о Святом Причащении. Придите, едите, сие есть тело мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во остатки. Примите, вместо придите. Примите, вместо придите. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 26 по 28 стих. Не расслышал, что сейчас сказали? Говорили, примите, вместо придите. Примите. Да, да, да. Примите. Причащение есть такое великое таинство, в котором верующие под видом хлеба и вина вкушают истинное тело и истинную кровь Христа для теснейшего соединения с Ним, для оставления грехов и получения вечной жизни. Еще задолго до страданий своих Христос подготовил народ и учеников своих к пониманию спасительной силы и значения великого таинства, святого причащения, когда чудесно насытил питью хлебами и двумя рыбами около пяти тысяч народов, предложил им учение о необходимости для вечной жизни при чистого тела и при чистой крови. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 по 58 стихи. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый отец, и я живу отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Еще яснее учил Христос своих двенадцать учеников о святом причащении на тайной вечере. 1 Каинфянам 14 глава, с 26 по 30 стихи. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. 10 глава, 16 стих. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Евангелие от Матфея, 26 глава, 26 по 28 стихи. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Приимите, едите, сие есть тело Мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих избиваемая во оставление грехов». В Англии от Иоанна, 6 глава, 53-54 стихи. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вопросы по-прочитанному есть. Разбор возражений сектантов. Сектант. «Видимого причащения не нужно». Евангелие Таана 1.1. «Вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бога. Мы причащаемся Словом Его». Православные. Под Словом, разумеется, «Единородный Сын Божий». «Мир произошел не через Святое Писание, а через Сына Божия». Ефесянам 3.9. «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Колосинам 1.16-18. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Второе возражение. «Сектант». Матфея 4.4. «Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Опять давишь на то, что не нужно видимое прочищение, а достаточно слова. Православный возражает. «Слово, сказанное в пустыне дьяволу, относится не к причастию». 1 Коринфянам 6.13. «Пища для чрева, и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Восьмая глава, восьмой стих. «Пища не приближает нас к Богу». Сергей, там надо поправить исходящих на исходящим. Выше. Матфея 4.4. «Но всяким словом исходящим, то вот так, да? Из уст Божьих». Опечатка, видимо. Благодарю. Так, восьмая глава, восьмой стих. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем». Римлянам, 14 глава, 17 стих. «Ибо царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Третье возражение. Сектант. Евангелие Таану 6.27. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей, в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». Православные. И в этих словах не о причащении. Евангелие Таана 6, глава 34, стихи 48 по 51. «На это сказали ему Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Я есмь, хлеб жизни, отцы ваши ели манну в пустыне, и умерли хлеб же, сходящий с небес таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек, «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Четвертое возражение. Сектант. Евангелие Таана 15.3. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Не через причащение, а через слово очищаются». Православный. Это не значит, что без причащения можно спастись». Евангелие Таана 6.53. «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Иван говорит Матфея 26.26.28. «Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и раздавая ученикам, сказал, «Приимите, едите сие есть тело Мое». И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Еще, братья, есть у кого возможность почитать что-то? Не могу. Тяжело мне. Идем дальше. Пятая глава. «Сектант». Ой, пятое возражение. «Сектант». «Евреям» 13 глава, 9 стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца ане яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Православные. Здесь говорится не о христианах и не о причащении, а об евреях и их ветхозаветных жертвах, не могущих сделать в совести совершенным приносящего. «Евреям» 9 глава с 3 по 10 стихи и 26 стих. «За второй уже заветствой была скиния, называемая «Святое святых», имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом кравчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезла лааронов, расцветшие и скрижали завета. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилища, о чем мне нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужения. А во вторую однажды, в год один, только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Синь Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенно приносящего. И которые с яствами, питьями, различными омовениями, обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Это 26 стих. Но он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. сектант. Слова о прочищении его тела и крови нужно понимать духовно. Прочищается Христа тот, кто страдает за него и его учение об отчаше страдания. Православный. В приведенных местах действительно понимается страдания. Но в словах его на тайной вечере имеется прямой смысл. Страдания нельзя преломить. В хлебе сказано раздал, а чаши подал. Если понимать под словом чаша, в речи спасителя на тайной вечере страдания значит толковать Святое Писание к собственной погибели. 2 Петра 3.16 Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо вразумительное, что неверные и неудвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие Писания. Стоит Кирилл Александрийский. Одна плоть вовсе не может оживлять, потому что сама она имеет нужду в оживляющем, но она животворит потому, что соединена с животворящим словом. Христос говорит плод не пользует немало, иначе если бы Христос был только человек, а не Бога человек, то тогда тело его не пользовало немало, но соединено с Божеством еще во чреве преснодива Марии, от наития на нее Духа Святого, оно принимаемое верующими, соединяет их со Христом и дает им жизнь вечную. Иван Глитана 6.56 Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем. Ибо в ком Христос в том и животворящий Дух Божий. Иоанн Златоуст том 8 страница 310. Седьмое возражение сектант Вы вторично мучите Христа ибо прободаете копьем и режете ножом тело его во время преломления. Православный служитель алтаря Господня надрезывают копьем не тело Христово а простой хлеб ибо эти священные действия они совершают во время первой части литургии так называемой проскомидии когда хлеб еще не присуществлен в тело Христово что совершается уже в третьей части во время литургии верных когда священнодействующий благословляя агнца и чашу молится Богу Отцу и сотворил во хлеб сей в честное тело Христа Твоего а ежи в чаши сей в честную кровь Христа Твоего приложив духом Твоим святым разделяется же агнец крестообразно ножом воспоминания окрестных страданиях агнца Божия взявшего на себя грехи мира а пропадается копием воспоминания того как воин пронзил копием в ребро умершего за нас на кресте спасителя евангелия Таана девятнадцатая глава тридцать третий тридцать четвертый стихи но придя к Иисусу как увидели его уже умершим не перебили у него голени но один из воинов копьем пронзил ему ребра и тотчас истекла кровь и вода восьмое возражение сектант причастие не отдельно подается а вместе лжицею не так как причащал Христос учеников православный преподание верующим тела и крови Христа вместе или отдельно касается обряда а не сущности таинства по свидетельству Иоанна Златоуста так делают желая сохранить великую святыню от поругания неверующими ибо они брали святые дары для волхвования и для удобства преподания детям 1 коринфянам 11 глава 29-30 стихи Ибо кто ест и пьет недостойно тот ест и пьет осуждение себе не рассуждая о теле Господнем оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает Евангелие от Матфея 26-26 глава 28-й стих Ибо сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемая во оставление грехов Ложиться означает те клещи щипцы которыми некогда Серафим взял жертвенника горящий уголь коснулся уст пророка Исаии Исаия 6-6 Тогда пролетел ко мне один из Серафимов и в руке у него горящий уголь который он взял клещами жертвенника Игнар Тихонович у меня вопрос тут возник вот по этому стиху 1 Кориффином 11 глава 29 по 30 стихи Ибо кто ест и пьет недостойно тот если пьет осуждение себе не рассуждая о теле Господнем оттого многие из вас немощные больны и немало умирает вот слово оттого относится к тому что если пьет или к тому что не рассуждает или то и другое тут микрофон включите здесь же связан предложение как отрывать если пьет недостойно не рассуждаю тут нельзя разрывать это как раз и есть то и другое пьет не рассуждаю я думал может быть бывает что люди рассуждают о теле Господнем они причащаются но не рассуждают они как понимают чаши это кровь надо рассуждать о голове о теле Господнем как он умирал за что такое вот так благодарю идем дальше девятого движения сектант откровение 17 глава 3 по 5 стихии повел меня в духе в пустыню я увидел жену сидящую на звере багряном преисполнен именами богохульными семью головами и десятью рогами и жена облечена была в порфиру и багреницу украшена золотом драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу в руке своей наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее и начали ее написано имя тайна Вавилон великий мать блудницам и мерзостям земным православный сопоставив 17 и 12 главы откровения упояна кровью святых увидим что только лишенный разума и совести может говорить это о церкви откровение 17 глава и 12 глава стоит их читать или не стоит Игнать Тихонович прочитать Игнать Тихонович или дальше пойдем давайте прочту так уж и много итак 17 глава И пришел один из семи ангелов имеющих семь чаш и говоря со мной сказал мне подойди я покажу тебе суд над великую блудницей сидящую на водах многих с нею блудодействовали цари земные и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле и повел меня в духе в пустыню я увидел жену сидящую на звере багряном преисполненном именами богохульными с семью головами и десятью рогами и жена обличена была в парфиру и багреницу украшена золотом драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу в руке своей наполненную мерзностями и нечистотой блудодействия ее и на челе ее написано имя тайна Вавилон великий мать блудницам и мерзностям земным и видел я и видел что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусов и видя ее удивился удивлением великим сказал мне ангел что ты дивишься я скажу тебе тайну жены сей зверя носящего ее имеющего семь голов и десять рогов зверь которого ты видел был и нет его и выйдет из бездны и пойдет в погибель и удивятся те живущих на земле имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира видя что зверь был и нет его явится здесь ум имеющий мудрость семь голов суть семь гор на которых сидит жена и семь царей из которых пять пали один есть а другой еще не пришел и когда придется недолго ему быть и зверь который было от которого и которого нет есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель и десять рогов которые ты видел суть десять царей которые еще не получили царство но примут власть со зверем как цари на один час они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю они будут вести брань сагнцем и агнец победит их ибо он есть господь господствующих и царь царей и те которые с ним суть званные и избранные и верные и говорит мне воды которые ты видел где сидит блудница суть люди и народы и племена и языки и десять рогов которые ты видел на звере сии возненави возненавидят блудницу и разорят ее и обнажат и плоть ее съедят и сожгут ее в огне потому что бог положил им на сердце исполнить волю его исполнить одну волю и отдать царство их зверю доколе не исполнятся слова божии жена же которую ты видел есть великий город царствующий над земными царями откровение двенадцатая глава и явилось на небе великое знамение жена облеченная в солнце под ногами ее луна и на голове ее венец из двенадцати звезд она имела во чреве и кричала от боли и от мук рождения и другое знамение явилось на небе вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами и на головах его семь диадим хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю дракон сей стал пред женою которой надлежало родить дабы когда она родит пожрать ее младенца и родила она младенца мужеского пола которому надлежит пасти все народы жезлом железным и восхищено было дитя ее к богу и престолу его а жена убежала в пустыню где приготовлено было для нее место от бога чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней и произошла на небе война Михаил и ангелы его воевали против дракона и драконы ангелы его воевали против них но не устояли и не нашлось уже для них места на небе и неизвержен был великий дракон древний зми называемый дьяволом и сатаной обольщающий всю вселенную неизвержен на землю и ангелы его неизвержены с ним и услышал я громким голос говорящий на небе ныне настало спасение и сила и царство бога нашего и власть христа его потому что неизвержен клеветник братья наших клеветавшие на них пред богом нашим день и ночь они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти и так веселитесь небеса обитающие на них горе живущим на земле и на море потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости зная что немного ему остается впереди когда даже дракон увидел что низвержен на землю начал преследовать жену которая родила младенца мужеского пола и даны были жене два крыла большого орла чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея и там питалась продолжение времени времен и пол времени и пустил змеи из пасти своей вслед жены воду как реку дабы увлечь ее рекою но земля помогла жене и разверзла земля уста своей поглотила реку которую пустил дракон из пасти своей и рассверепел дракон на жену и пошел чтобы вступить в брань с прочими от семени ее сохраняющими заповеди божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа Аминь Пожалуйста вопросы о прочитанном есть? Так Час прошел пожалуйста третья вторая часть занятий посвящается вопросам и ответам Сыгнать Тихоновичем Лапкиным Сергей смотрите пожалуйста в чат я там вопрос задал если можно ответить читать читайте сами свой вопрос Дмитрий меня слышно хорошо хорошо слышно значит хорошо Игнатий Тихонович меня слышите да читаю вопрос в одном из видео вы говорили что у Бога нужно вымолить понимание или состояние о котором в Библии говорится в этих местах ибо кого он предузнал тем и предопределил быть подобными образу сына своего дабы он был первородным между многими братьями римлянам 8 29 еще один стих никто не может прийти ко мне если не привлечет его отец пославший меня и я воскрешу его в последний день от Иоанна 6 44 можете поподробнее об этом рассказать как человек должен это понять принимать просто на веру что отец его привлек и предопределил или же это особое состояние которое начинается с определенного дня жизни помните как вы говорили что у вас был день когда вам открылся Христос когда вы читали Евангелие и вас как-то особо слова коснулись извините если допустил ошибку в пересказе мог не точно пересказать ваши слова благодарю вот тут объяснять бесполезно здесь как говорят или есть или нет сейчас начинают эти называют себя там они миссионерами там патриархии они еще не знают совсем главное технологии приобретения навыка технологии слово технологии это вообще здесь ничего нельзя сказать вот как человек допустим имеет разум и не имеет разум как узнать с какого времени ну видно что он не имеет разум о самых простых вещах он не может судить я уж не говорю о священном писании о глубинах его тут объяснять ничего нельзя он должен сам себе найти как так оказалось что ничего нет что-то любил больше бога а может быть так чтобы человек любил старался делал а ничего у него не будет это бог знает мы должны думать только о том как быть в духе святом чтобы в нас были те же чувствования что во христе иисусе мне сегодня один по телефону звонил и написано нет праведного ни одного все лишены славы божьей как это понимать ну как угодно понимать как гиперболу все лишены славы божьей да все все согрешили все хотя не таким грехом как адам в нескольких местах писания как ну он в ангелах усматривает недостатки бог по нашему по человечески я безупречно живу на работе работаю выполняю все планы что требует налоги плачу в семье нормально а у бога это все по другому а как по другому но у него другая шкала я не раз уже это повторял вот в раю согрешила адам и его ну какой грех то они же ничего против бога не говорили не хулили они принимали все что бог посылал плод даже название не знаем дерево познания добра и зла но одним словом можно было сказать не качества какие вот дерево растет мы говорим яблоня но можем говорить это дерево которое приносит плоды для кислоты для человека для желудка так же не делается а здесь именно так некоторые говорят яблоко съела это не написано это уже обман будет ну и какая вина по-человечески любой сад вот она пишет она жена министра бывшая в Пакистане дети там приходили и залазили у ней там груши дерево она велела за оградой у ней тут и она тогда велела спилить эти деревья чтобы дети не лазили и вот через это Господь пробудил ее совесть она готова была все отдать съела плод ну что я спрашиваю любого юриста вот человек садовник его там оставили он должен был смотреть ухаживать что тоже непонятно что там в районе когда все там сорняка не было терния потом произрастет как он ухаживал что он там делал ну дело в том что не через забор перелез этот виноградник сад рай Эдем принадлежал прямо Богу и Бог поставил здесь его сторожем и что он сделал трудящийся достоин пропитания если зашел это виноградник только не клади себе в пазуху ну то есть в карман не уноси а на месте можешь поесть он так и сделал вообще за грех это не считается но здесь было так как они полностью были под попечительством Божиим о них у Бога та божественная шкала была поднята кто-то бы сказал вот за это ему 10 плетей и то за что он садовник здесь другое и умер умерло уже не один Адам и Ева 100 миллиардов это нельзя вообразить сейчас только 7 миллиардов с половиной 100 от Адама в Адаме все умирают и как да никак нельзя доказать это не это не вмещается в разум вот мы говорим Бог вечен ну как вечен вселенная бесконечная как она бесконечна с чего мы взяли то ну а если есть то что там бездна какая а у бездны где конец мы никакие вопросы задавать не можем мы просто с ума сойдем Бог сказал так повторяем мы должны эти слова повторять и в них не вникать мы не знаем бесконечность и вечность эти понятия не вмещаются в человеческую коробочку разум это невозможно как блаженному Августину было показано и вот о чем вы спрашиваете а как узнать признаки есть конечно признаки это тяга соединения с Богом душа отделена плотью она скорбит где-то спотыкается ну разное бывает где-то и она отдалена между преградой временем больше или меньше вот и главное это приближение к Богу мы же молимся этой молитвой каждый день царю небесный утешитель души истины иже везде сый сокровище благих жизни подателю приди и вселись вны приди и вселись в нас это главная молитва молитвословие в Трисвятом ну дальше очень наше главное но вот это молитва а о чем просить ну человек если впал в грех блуд убийство ну даже сегодня это уже смерть а Давыд так и сделал согрешил и хозяина убил заверсави урихи тиянина несмотря на это он не говорит верни мне духа святого но духа святого не отнимет меня 50 псалом отсюда делается вывод что при этих страшных преступлениях за каждый грех он должен был умереть смерть смерть а он просит духа святого не отнимет меня главное это беда вот в чем а почему я должен жена не послушно а почему я должен там по ее там делать или как-то дабы не было препятствия в молитвах ну муж то когда приходит там и колотит жену пинает и бьет ее и режет он же об этом не думает какая молитва и она не думает когда она что попало делает изменяет и проще не будьте с ним суровы и проще дабы не было препятствия в молитвах Вот этот главный корень-то никто не видит. Он не видит, он тиранствует и всё. Получка, аванс. Иоанн Златоуст говорит, из дома слышны крики, как будто бы зверь терзает свою добычу. Это женщины терпят так. Надо на примирение идти. Почему? А как молиться? Вспомнишь на молитве, на тебя кто-то имеет. Положи жертву жертвенника, пойди прежде, примирись, а потом приходи, иначе Бог не примет. Вот суть-то какая. А где это исполняется? Ну вы сами смотри, где исполняется-то? Если ты хотя бы раз в жизни на себе это испытал, тебе тогда говорить это не надо. Я не могу это объяснить. Это не объясняется, оно есть или нет. Чувство. Вот слепой человек и зрячий, как его определить? Какая разница? Человек глухонемой, который прекрасно слышит. Какая разница-то? И сравнивать не с чем даже. И человек, который, кого Бог избрал, тех предопределил, где быть ему, Бог избрал. А вот я не знаю, избрал или нет. Исполняй заповеди, молись, плачь, проси Бога. Я не знаю. Потому что явных таких признаков не было. Вот у Савла у него было. Он гнал, увидал, упал, голос услышал, заговорил. А у другого так не было. У Петра так не было. Он все восставал там. Нет, не будешь, я ноги не дам умыть. И даже прикословил, где все откажутся. Только не я. Господь сразу ему допустил пасть. Отнял от него милости свою. И все, полетело кверх ногами. Если все отрекутся, но я не такой, еще ты меня равняешь с каким-то фомой там, неверующим. Я нет. А Господь это знает. Где мы начинаем вот так думать, Господь сразу нас ставит на место. И это объяснить, расширить никак нельзя. Это интимное дело. Интимное, то есть в частном порядке. Сегодня слово интимное понимает только греховное. Блуд. А это интимное отношение с Богом. Вот как же тебе скажи, как ты чувствуешь потребность молиться? Ну, бывало так, что лег и до утра, и случилось сбой какой-то в порядке, что не встал на молитву. Что ты в это время думаешь? Я не могу объяснить этого. Это нельзя. Если ты не молишься ночью, а что я тебе объясню-то? Пустые слова, они колотиться об тебя будут. Придумали. Мощная молитва. Ночь для отдыха. Нет, не для отдыха. Только. Как ночью травой омывает старосаток, человек слезами. Он молится, и он знает нужды и прочее. Есть это или нет? Если есть, то будешь понимать. Вот у нас в деревне, потеряевка там, ну, люди-то разные-то. Отношения хорошие. Ну, и одна бабушка, 93 года, самая старая, Серафима Гавриловна. У нее столько там накручено всего, она не евангельская, но она знает силу молитвы. И с ней легко находить общий язык, когда ты говоришь о молитве, о чем-то. И с ней, что бы ни случилось, она начинает проникновенно проходить. От чего это случилось? Она в храме стояла нынче и упала. Закачалась, и нога подвернулась, и она упала. Ну, упала, не убилась, ее там кинулись поддержать. Так она в этот день пришла со своей клюшкой ко мне на дом и стала говорить, почему она упала. Я говорю, не просто упала, меня дьявол сшиб. А почему? А я знала, что это будет. Священник сказал, ты будешь кого обличать, дьявол против тебя поднимется сразу. Почему на меня так много нападает? Я уже о себе говорю. Андрей Кураев говорит, к Игнатию отношения были бы совсем другие, если бы не трогал священников. И поэтому мне соединяться с ними никак нельзя. Они мне никогда не простят. Сегодня они до мной не имеют никакой власти. А там у него он отущает будет, прилущает там, анафеми предавать. А со мной ничего не могут сделать. Бог так сделал, меня обезопасил со всех сторон. Мы к патриархии не относимся, не относимся ни к каким бокам. И они скрипят зубами, скригощат, скрижещат, а ничего не могут сделать. А почему? Ну, зайдут даже здесь, посмотрят, какие ролики, что сделаны и как. Бог так делает. Это от Бога Бог такой статус дал, что никто не может прикоснуться, чтобы всё время слышал голос Божий и делал то, что положено. Вот я объясняю. Проверь себя на молитве. Я начальник детского лагеря, организатор, сам создал этот лагерь. 45 лет, это не два дня. Сколько уголовных дел против меня воздвигали. Один год сразу, кажется, три уголовных дела. И всё было разрушено. Ничего не могли сделать. Ничего. Заказы, там профессорский состав, еврейская организация ВНСР против меня конкретно. Газеты, московский комсомолец. И Бог сделал так, что в одну минуту всё уничтожил, никого нету. Который статьи писал, нашли зарезанный где-то. Профессор, который против меня выступал, его какая-то шпана в подъезде залучили, изрезали ножами задницу ему и кололи в задницу. То есть, что он говорил, туда всё и пришло. А вы знаете, на вас человек постан был. Он поехал разобраться с вами. Я уже так говорю. Я ничего не знаю. Я молюсь и всё. И вдруг говорят, а там на линии железнодорожной поезд зарезал человека. А документы показывают оттуда, откуда мне сигнал был. Я к примеру говорю. Его сразу увезли в соседнее село, там в морг и всё. Он не дошёл. Ему ничего уже не надо. Это убого. А это может и не так быть. А может и не так. Слухи только идут. Но человека зарезали. Человек ехал из Казахстана. Потеряевку. Зимой, ночью. Вообще запрет приходить. Там можно заблудиться. Он шёл. Зачем он шёл? Как он добрался до линии? Всё. В морге оказался. Бог открывает тайну. Я смотрю, как дети. Влечение к молитве. Вот у нас, считая Златоуста, детские занятия идут. Минут 20-25. Они сидят за столом. В это время заходят. Через 3-5 минут берёт кто-то, считает Яна Златоуста. Они все выходят, садятся. Ну, так это ребёнок. Ну, что ж это ребёнок? Он сидел, за 5 минут он не мог усать. Но они бегут, дальше хуже слышно. И там уже можно подремать. То есть, тяги ни у одного нет. Ни у одного. Я уже им и рассказывал, и просил, и они это не знают. Ну, просто не знают. Я буду давать примеры из собственной жизни, но мой отец был в очень плохих отношениях со своим родным братом. Он Тихон Дмитриевич, а брат Степан Дмитриевич. Степан. И Степан знал и молитву, и всё. А отец с ним рождовал. Мой. Почему? Потому что он считал, что меня подбивает молиться и проще именно дядя Степан. Отец сильно негодовал. Отец ляжет спать, а я ночью по огородам всё равно проберусь к дяде, послушаю и Слово Божие. Там и у него Евангелия-то не было, там Златоус или что-то. Евангелие через меня получит. А кто-нибудь делал так? Никто. Во всей деревне, во всем районе никто этого не делал. Не делал, никогда не делает. Вот это не я делаю это. Это Бог делает так. У меня побуждение такое. Я просто не дождусь вечера, как на свидание. А он через один дом от нас жил. Наш дом здесь же где стоял, но это дальше туда сегодня смотреть. Геустиново там у нас. Я ночью к нему один проходил, чтобы отец не знал послушать. Это нельзя объяснить. Я вот вернулся из заключения, когда спрашивают, как, что было. Я говорю, как меня Господь поднимал на молитву. Я об одном только просил, в тюрьму шёл. Только об одном. Духа молитвы, не лиши меня, Господи. Больше ничего. Ни срок, ничего это не значит. Духа молитвы. А баптисты, которые сидели, они спрашивали, что это такое? То есть они сидели, их арестовали тогда, а они не знают, что это такое. Подъём в шесть в тюрьме. Общее звонок в коридоре, сильно звонит, как сирена. Меня всё время ангел, ангел поднимал ровно в четыре, ноль-ноль. В четыре, два часа на утреннюю молитву. Когда они уже маленько утихнут, которые в камере-то, и они потом говорили, как вы ложитесь спать, вот руку подложил, и никуда не убрали ни разу. У вас царский сон. Почему? Перед Богом. Я каждый день молюсь. Я разговаривал там с священником, Глеб Якунин, Зоя Крахмальникова, Саша Огородникова, которые сидели, сидели стройки большие. Было ли у вас такое, когда вы молились, они даже не слыхали. Отец Глеб Якунин, священник, там, протоиерей. Я ему рассказываю, как это так было, и начальство так все слушали. Камера открыта, стоят охранники, и каждый день с восьми до десяти я проповедовал. Евангелие у меня с собой, Новый Завет был, с Псалтырью. Даю тому, на 70 человек в камере, три некурящих. Они вымоют руки, возьмут, ну все же матершиники, нет ни одного, чтобы слово сказал. Полная, абсолютная тишина. Никто не закурит. Да это не может быть. Ну тогда зачем меня спрашиваешь? Когда Григорий Ницкий стал говорить об умершей своей родной сестре Макрини, которую канонизировали, и он говорит, я говорю, люди не верят. Они верят только в то, что сами могут сделать. Они только в это верят. Я говорю о чем? Здесь мне образование нужно было духовное, доктор богословия? Нет. Дух молитвы. Ну а было, что просыпали? Один раз было. Долгий ночной допрос был, приехали там кандидаты наук. Надо мной работали 12 кандидатов наук только. Я чего-то стоил для них. Ничего и волнения никакого нет, Господи, Ты знаешь. И на душе полный покой. И что, они волновались? Это волновался. Я не скрываю от людей ничего. Я спрашивал, говорю, когда освободился, я говорю, вы смотрели на суде, когда я отвечал, как со стороны? Другие там отвечают, это так героически себя вели, там то другое. А у меня все внутри сжималось, я тресся от страха, потому что статья 193 могла быть преобразована в 70-ю, срок в два раза больше. А у меня дело оставлено. В это время у меня насчитан златоуст, 12 томов, жития я все распространял, и вдруг отрубили. Вот как. Я не скрываю это, но все молились. И то, что в человеке бывает, где страх, ничего нет, то сам Господь говорил, доминует меня счастье сия. Доминует. Но главное, что ты не подвигся никуда, нет никуда. И дошел до того, что следователь обратился, начальник тюрьмы, вызывал меня, умер по-христиански. Я ей рассказываю, так это какие-то сказки. Ну, тогда зачем ты мне время отнимал? Вот поэтому определяется связь с Богом. Мне это открыто, что никаких миссионерских отделов не может быть. Это обман сатаны. Во всей патриархии, в каждой епархии миссионерские отделы. Это что, все ошибаются? Все на 100%. Они расписываются, что они могут нападать, грызть, что угодно могут делать. Самые злобные, самые нетерпимые, плотские, плотоугодники, они туда собираются. Миссионерский отдел, один, два человека. Двенадцать, Христос по двое отправил. Считайте, Иван Григорий Матвеев. По двое. Дали избирать 70 апостолов. По двое. 35 пунктов. Кирилл и Мефодий приходят двое. Моисей и Арон двое, двое, двое. Вот и все. Они даже этого не понимают. А как вы можете понимать? Я ничего не могу дать. Я себе-то едва дохожу. Вот сегодня на улицу второй выходил. А вот это вот три святое и сто поклонов. Это один раз считается. А потом своими словами. А время нету. Молиться до пяти. После пяти у меня уже подготовка идет к другому-то. И надо семь раз, чтобы быть на молитве. Так вы еще это... Да я помещаю. Это Давид говорит. 118-й Псалом, 164-й стих. Я ни разу не слышал, чтобы опирались на этот стих как в обязательный. Никогда. Поэтому у нас, когда собрание идет, я спрашиваю, кто на неделе молился по семь раз в день? По семь раз. Вот три святое, Царю Небесную, Отче наш, и потом сто поклонов. Святые, Божьи Матери. Один человек молился, два. Сейчас уже четыре молятся. Я каждый раз спрашиваю, почему? Это самое главное. А она без квартиры заплатила деньги, а ее выгнали. Это все за этим следует. Что бы с тобой ни было, если у тебя связь с Богом, ты понимаешь, главная ценность – мир. Имейте мир со всеми. И престанно молитесь. За все благодарите. За все. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Божья правда надо мне. Он меня ударил. У меня все зубы выпали. Я должен благодарить. У меня большая беда. Подожди, дом сгорел. Я благодарить должен Бога. Жена, правда, выскочила. Я в другом месте был. Блога благодарить. Бог знает, что послать, чтобы я был благодарен Ему. А сегодня потерять дом ничего не стоит. Нашлись люди, этот дом покупают, хозяева мешают, старое сжигают и все. Люди дома всякие бутылки все наполняют, чтобы хоть как-то потушить или если начало стучиться. Они в страхе нас держат. Хорошо ли это? Бог знает. Он дал это, надо перетерпеть. Надо быть довольным. Вот сегодня я подошел, тут замещание одно сделал, у нас горку делали-то. А один сразу, вы только смотрите за этим, хорошие косяки. Косяки для двери, куда дверь составляется-то. И куда попало. А мы их резали, пилили, я ничего не могу сказать. Разве это можно делать? У нас потеряевки. Когда мы приехали, то старая линия была уже вся разрушена и остались там пасынки бетонные, железобетонные, к которым столб деревянный привязывается. И научились вытаскивать, выкапывать и привозили и ложат на фундамент, в фундамент заливать. Я услышал, прибежал, а там меняли провода, возле линии идут-то, а на проводах эти изоляторы, стаканчики кверху так стоят. И они их кладут на камень, и топором бьют. Я целую кучу наколотил. Я говорю, ты что делаешь-то? Он жить не будет здесь. За нами люди приедут, у них ничего нету. Они не слышат. Ты материал портишь. Люди приедут, столб поставят к нему, к дому не начать, привязать-то будет-то. Он не слышит. Я мешаюсь ему. Почему он плотской? У него всё разрушено будет. Семья развалилась. Дальнейшее, я вижу, отойти надо. Ну как я могу объяснить ему, как достучаться до сердца? Люди за нами приедут, у них ничего не будет. А ты видишь людей? Да. Я сразу приготовил. У себя дома нет, я приготовил место, принять в один день 70 человек. Первый день потеряевки. Я уже сразу стал думать. А как? У меня на сердце это лежит. Я сделал столовую на 70, одежду на 70 человек, кетелья, брюки, шинели, там всё это мне лёд на училище отдали, когда расформировали. Постирали. Питание, инструмент на 70, а ни один не приехал. Ни один. Ну приехали, а потом уехали. А что готовил? Я перед Богом, я для Бога это делаю. Я вот отдал книги, примерно 650 городов проехали, сёл, районы. Мне говорят, а видели книги ваши на свалке? Я говорю, какие? Ну вот, которые у вас? Так это не мои книги. Как не ваши? Не мои. Как только они расписали, что приняли, они уже не мои. Я перекрестил и пошёл, Бог отвечает за них. Остальное меня не касается. И вы так верите. Да что верить-то, когда у нас договор с Богом? Это за 9 лет, 38, да ещё 7 книг. Это вообще невозможно. Это невозможно, любой понимает. Просчитать-то невозможно, не то, что написать. А как? Бог. Всё Бог. Он Бог. Вот вам ответ, как внутренний голос. Мы на молитве замолкаем, в конце и говорим. Говори, Господи, слушает раб Твой. Где вы это видели, в каком храме? Покажите мне. Вы, может, у баптистов видели, у стектантов, у пьедсятников? Я про православных не говорю, тем более про старообрядцев. У них вообще этого ничего нет. И мы молимся с поднятием рук. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых. Почему люди этим не нуждаются? Я только молитву прошу. Господи, услыши молитву всех, молящихся о нас, во благо нам. Исполни. А теперь, прими нашу молитву о всех заповедавших, нам молиться о них, спаси их и помилуй. О чём я молюсь? О молитве. Молитва и проникай в молитву. Если у тебя этого нету, я ничего не могу сделать. Начни с сегодняшнего дня. Считай, псалтырь, применимо к тебе или нет. Я не знаю, к кому так псалтырь относится. Я считаю, каждый стих это мой. Как враги наседают, как они лгут, когда они подсматривают. Это всё обо мне написано. А ты, если человек живёт и всё у него тихо, он считает, а ничего к нему не относится. У меня в Библии почти ни одного места я ещё не знаю, которое ко мне бы не относилось. Оно всё про меня написано. Это Бог открывает. Вот посмотрите, «Царю небесный, утешитель души истины». Молитву-то там даже минуту одну не считать. Теперь сейчас задание. Я всем говорю, напишите проповедь на эту молитву. Проповедь, чтобы она звучала, считать было бы минут 20-25. «Царю небесный, утешитель души истины, иже вездесы, сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселися вны, и очистины нас, а всякие скверные. Спаси блажи души наши». Всё. Мне в университете, когда преподавал, обступительное слово говорит, я 60 проповедей сказал на эту молитву, разъясняя её, 60 по 20-25 минут. Это невозможно. Это Бог делает, открывает. Человеку это невозможно, для Бога всё возможно. И всё время новое. Мне архиерей говорит, откуда? Архиерей пришёл на занятие и спрашивает, откуда вы это берёте? Я не знаю. Вот возьмите слово «ефот», узнайте, что. А теперь напишите проповедь на слово «ефот». А у меня проповедь тут есть. Я объясняю. Архиерей в алтаре вышел, откуда вы берёте? Я говорю, вы не согласны? Нет, я согласен. Это у святых отцов ни у кого нету. Нету. А как вы сказали? Понятия не имею. Я молился, молился, Господи, что нужно сегодня сказать? Положи на сердце. Молитва, связь с Богом. Вот это будет тогда избрание в этом заключаться. Он избрал, он приблизил, предопределил, наградил, всё в нём. Мы едем дорогой. Едем далёко, в Испании. В это время СМС сбрасывает мне. Я читаю. Я потом, а внизу написано протоиерей, такой-то я его знаю. Я говорю, сейчас читаю второй Каринпином. Павел говорит, неоднократно в гонениях, а лже-братья надо. Я читаю, говорит, а передо мной вы стоите. Никому больше так не относятся. Почему? Это награда. А я говорю, всё хорошо, меня не гонят, а на работе, да не знают, я крестик к лямочке пришил, чтобы не видели. Он понимает, это обо мне написано. Это не я говорю, это другой язык говорит. А там ничего нету, никаких наград, кроме того, что гонят, лже-братья побили камнями. Это, говорит, о вас, о вас всё сказано. А которые нападают? Разбойники нападают на корабли, где драгоценность. Если они нападают, это подтверждение, что я на истинном пути стою. Они-то этого не понимают. Всякую клевету, ложь говорят, а я сижу и не могу улыбку держать. Господи помилуй, за что мне такая награда? А он ничего не знает. У него ничего нету. Я в эфир зашёл, в Ютубе, против меня роликов сто уже. Ну, может, сто пять или сто десять. Конца края нету. Новые-новые люди ничем не занимаются, составляют ролики из моих материалов. И там, не просто как там, но у меня тринадцать тысяч пятьсот, там, шестьдесят роликов. Там можно взять книг, тридцать восемь томов. И они оттуда берут и составляют. И мне не обидно. А почему? Избрание на это. Мальчик для битья. И мне это приятно. Ради меня вы претерпели побои и прочее, и прочее. Это вопрос задали. Страшный вопрос. Огромный вопрос. Который не даст долго спать. Семикратно в день прославляю за суды. Суды, когда Бог судит. И когда попадаю под эту молотилку, я прославляю его. Попробуй прославлять. То, что ты любишь сегодня. Это умер сын, умерла жена или что-то. Ну, все перед Богом. Вы слышите, что я вам отвечаю? Да, да, все слышу внимательно. Благодарю. Но я не могу другое ответить. Я говорю то, что испытал и испытываю каждый день. Благодарю за вопрос. Давайте, что еще? Все, наверное? Можно вопрос? Можно вопрос, Игнатий Сихович? Здравствуйте. Вот я вот ваш давний подписчик вашего канала. Вот, вот. Получается, уже вас давно смотрю. Там, может, еще с 13-го года, как восток, еще там вообще не было никого там. Вот. Ну, вот так просто интересно наблюдать вот за вашей жизнью. Вот просто вот и как-то на собрание к вам решил подходить. У вас такая атмосфера интересная такая, так уютненькая такая. Вот. Хотел спросить у вас это самое. Ну, вот интересно мне вот как вот как вот прийти к Богу. Вот интересно. Вот что? Как это? Как поверить в Бога, Игнатий Сихович? Воззови ко мне, я услышу тебя, Господь обещает. Приходящего ко мне не изгоню вон. Совершите подвиг, отовекитесь от себя. Пример это Серафим Саровский. Вот он сумел это сделать. И он говорит, а почему мы не можем оторвать себя? Он говорит, решимости нету. Четвертое качество лидера над душой своей. Решимость. Вот ты услышал, вы к бороду брейте. Конечно. Ну вот и все. А зачем? Ну не знаю, но я как бы на работу хожу. Да не на работу, вы внутри себя почувствуете. Вы не страшитесь этого делать. Вы искажаете образ, картину Божию. Это ваша власть над женщиной. А как понять власть над женщиной, это как? Да так, это как говорят, это энергия ваша таким простым языком. Она понимает, что ты мужчина, а не баба. Зачем под женщину делать? У женщины, если волосы растут, это означает, какая-то гормональная система у ней зашкаливает. А у мужчины бороды нету. Ты евнух. Какая, какая. Зачем говорить-то? Даже не так понятно. Не знаю, я не знаю. Притом ты услышал иконы по этим храме. Все пророки до единого, апостолы до единого, Христос, все с бородами. И суровое было наказание за бритье бороды. И этот грех считался больше, чем изнасилование. А ты себя каждый день скребешь. Под кого поделаешься? По стихии мира? Да нет, просто чтобы моложе выглядеть. Здесь смеяться не над чем. Вот даже маленький, начните с малого. Бритву сегодня же уничтожьте. Не прознословьте. Выбросьте ее и попросите у Бога прощения. И после этого возьмите себе за правило хотя бы 10 человек от этой гнусной, блудодейной ереси, чтобы отошли благодаря вашим словам о бороде. Начните с малого. А вот вопрос. А если у меня, допустим, не на всех, допустим, участках лица растет борода, если я ее не буду брить, то получается очень некрасиво, короче, как бы. То есть что мне как? Это самое все равно. Понимаете, я вам говорю о Божьем. Слово красиво, некрасиво. Можешь ли сделать волос черным-белым? Нет. Рост на локоть можешь прибавить? Нет. И поэтому это Бог дал. Ты против Бога бунтуешь. Бог мог сделать бы так, чтобы один глаз был бы или без носа родиться. Что тебе? Бог обделил чем-то? Зачем ты убираешь то, что Бог дал? Приходит это с совершеннолетием, когда приходит время. Это муж. Посмотрите, сидит Лев Толстой. Ну посмотрите, какие были. Я уж не говорю, атеисты. Фриде Хенгельса. Посмотрите, даже рот не видать где. Посмотрите, Карл Маркс как. Ну да. Генерал, адмирал. Все время мы видим, какие. А это все изыщество пришло через Петра Первого, антихриста русского. А ты услышал, уже услышал, и все равно какие-то слова вопреки. Никак. Не надо против Бога идти. Это творение Его. Ты не имеешь. Ты не власти над своим телом. Только перед женой ты не властен. А здесь Бог так сделал. Все, я принял. Красиво, некрасиво. А где эталон красоты? Безбожный? Есть заголовые твари. Слышал другую версию. Кто? В общем, я вам ответил. Здесь я никогда не спорю. Я вам сказал, ответственность ваша стала больше намного теперь. Ну, то есть, мне, чтобы прийти к Богу, бороду не надо перестать брить, да, получается? Я больше ничего не сказал, кроме того, что не думайте ни о чем, ни о Боге, ни о чем, просто выбросьте бритву, первый шаг сделайте. Сразу поднимутся жена, сестра, мать, женщины. Ну, конечно. Сразу поднимутся. У нас были такие, вот один из мусульмановичей приезжал, крещение принимал. Как Бог его наделил? Он бороду не трогает, на работе у него благополучно. И нету имени Ездра, его Ездра назвали, крестили. Вот чудо Божье какое. Ты посмотри на иконы, пройди по храму, в любой храм зайди. Ты увидишь, так и три иконы без, говорит, это Ян молодой, когда без бороды был, Пантелеимон, и там еще Дмитрий есть. Это юноши, молодые. А теперь, когда Ян пишет на острый Патмос, у него какая борода? Нельзя трогать? Ни под каким видом? Не порти край бороды твоей. Считай об этом, 27 глава, кажется, это левит. И все. Зачем же я буду трогать? Это опасно. А вот там пишет кто-то там без бороды на иконах, Пантелеимон какой-то. Пантелеимон, ему было лет 14. Какая борода? А, ну да. Он молодой, он учился в медицинском училище, в колледже. И в это время он познакомился с пресс-фитером Ермолаем. Он учился в медицинском училище. Он совсем молоденький был. Может, лет 13 было. Ну, Игорь, нам это не надо. Главное, что Бог запрещает. Ну, спасибо. за совет вам. Спасибо. Всего-всего доброго. Аллилуйя. Да. Ну, все, наверное, Сергей. На молитву звать надо. Давайте, помолимся. Достойно есть я, кого истину, блажит и тебя, Богородицу, пресновлаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Ерафием, без истления Бога славорожую, сущую Богородицу Тебя величаем. Борой ты сюда. Любящий наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое долготерпение, за Твою возможность служить Тебе, молиться Тебе и прославлять Имя Твое Святое. Ты осчастливил нас призванием. Ты открылся нам в Сыне Твоем и народном Иисусе Христе, умершем за наши грехи. Хвала Тебе и слава. Услыши наша молитва родных и близких, которые Тебя не познали. Будь милостив и к ним. Помоги нам сохранить слышанное в сердцах наших и быть светом для окружающих нас. Тебе, Боже, слава и хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Аминь.